Доброе утро, сынок! А? Чёлку поднять? Пошли! А у нас тут... Ну, погоди! Так, пошли чёлку поднимать. Афония, пошли! Так, Антош, ты всё взял сюда? Портфель? Да. Ага, хорошо. Что ты говоришь? Ты меня будешь ждать? Ну, конечно! А кто ж тебе ещё будет ждать? Мама тебя ждёт. Всё, люблю! Люблю, пока! Пока! Ну что, сейчас делаю овсяно-блин с сыром. Поэтому нужно, чтобы он немного постоял. Насыпаем 40 грамм овсянки. 40 грамм овсянки. 40 грамм овсянки. Ровно? Угу. Сейчас нужно 80 грамм кефира сюда налить потихонечку прям. Ну, почти 86 грамм овсянки. Ну, не принципиально, я думаю. Так, дальше одно яйцо. Теперь всю вот эту смесь нужно пробить блендером погруженным. Сейчас она жидкая, достаточно эта смесь. Вот я её пробила блендером. Сейчас сюда всыпаем сыр и зелень любую. Было бы сказать, что сыра 20 грамм и зелени любой. Всё, сыр сюда же добавила. Вот уже сразу и смесь загустевает. Сейчас, пока она будет густеть, я сделаю вакуум и выпью стакан воды. Всё, здесь у меня петрушка. Ждёмся. Жарю как оладики. Немного смазала сковородку подсолнечным маслом, потому что я в ней не уверена. Особенно вот в этой. Потому что в той у нас жареная картошка, не хотела её выкладывать. Поэтому сейчас будут такие оладики, буду кушать их со сметаной. Сейчас покажу, что у меня тут за вариант на сегодня. Может, кому надо, заскриньте. Так, у меня будет овся на блин. Здесь написано, есть его с йогуртом. Честно, не нашла у нас вчера станицы натурального йогурта, ни греческого, никакого. Поэтому буду есть со сметаной 15%. Так, персиков тоже ещё нет, поэтому буду 200 грамм яблок есть. Курицу в сырном соусе приготовлю. Творог есть. И курицу потом буду доедать с овсяничным салатом на ужин. Получилось сейчас 4 оладика и ещё вот 2 жарятся, будет 6 оладиков овсяно-сырных. Сейчас ещё промокну всё полотенцем и себе красиво выложу на тарелочку. Я добавила ещё сметанки 30 грамм. Сейчас буду завтракать. Так, ну что, привела себя в порядок, немножечко подкрасилась. Сейчас и денусь, пойду заправлю постели и приготовлю обед. Просто сейчас будем готовить курочку мне на обед. Настаю курицу. Куриная грешка. Так, вот курицу я уже отвесила, 230 грамм. Здесь у меня 228 грамм. Вот, сейчас я нарежу. Лук 30 грамм. Будем обжаривать. Белого лука нет, поэтому 30 грамм синего. Сейчас будем обжаривать с курицей. Для того, чтобы жарить без масла, на вот этой сковороде нужно, главное, её раскалить посильнее. А здесь уже вода для риса. Совсем немного посолила, поперчила. Сейчас ещё немножечко и будем добавлять сметану. Кстати, я решила добавить кефир. Мне кажется, курица с кефиром тоже вкусно. Сейчас всё немножечко потушится. И добавлю сыр. Если что, то можно добавлять немного воды, потому что у воды 0 калорий, если уж считать прям калории. Поэтому воды можно добавлять. И потом ещё останется сыр натереть. Сурочку я переложила. Разделю её на две части. На обед это будет с салатом. Ой, с рисом, который сейчас вот там вот варится. А на ужин будет с салатиком. Так что она меня ждёт здесь. Так, я сейчас уезжаю в школу. Сегодня пасмурно, дождь. Пока. Так, как я поняла, что я сегодня буду наблюдателем на всероссийской проверочной работе. Я не знаю, какая она пробная, не пробная, или уже всероссийская. Он уже, да? Сейчас идут эти контрольные в одиннадцатом классе. Вот. Взяла паспорт. Еду. Контрольная длится 90 минут. В 10.15. Начало. И полтора часа. Так что еду. Посмотрим, что это такое. Ой, здесь уже жердёлка, абрикоска зацветает. Посмотрите, как красиво. Ещё так ветки внизу. В общем, красота. А здесь вот ещё нет. Здесь только такие набухшие почки. Достаточно хорошо на улице. Несмотря на то, что 8 градусов, вчера было холоднее из-за ветра. Был прям такой холодный ветер. А сегодня градусов немного, но ветра нет. И уже хорошо. Ой, всё, я еду домой. Закончилась контрольная на полчаса раньше. Ну, все уже сдали. Я посмотрела здание, я, конечно, ничего с этого не помню. Прям реально ничего. На одной такой картинке я узнала храм Василия Блаженного. И всё. Всё остальное я уже не помню. Там прям интересно. Это была ВПР по истории. Ну, такая вот она интересная работа. Прям были ещё и задания из своего региона. Про культурных деятелей. Мне кажется, если учить, то, конечно, его... Ну, то есть, да, ты учил, и сейчас это всё писать, там можно написать. И когда ты не знал ещё и забыл, то не очень. Там была, значит, текст дан по нему, вопросы про шведскую войну. Ну, вот я один вариант смотрела. Были, что там ещё, картинка с картой. И что это за сражение, знаете, когда стрелочками нападения туда сюда были показаны. Вот. Что это за сражение на карте. И здание, да. Ну, вот там была храма Всеверооблаженного. И писать, когда, и зачем, и почему он построен надо было. Вот. Ну, и там ещё были задания прямо-таки по датам. Ну, я бы не написала. Уже дома. Доготавливаю обед. Достала домашнюю колбаску. Сейчас её обжарю. Будет на обед. На карелочку хочу красиво выложить жареную картошку. И домашнюю колбаску. И сделаю ещё салатик. Колбаску я обжарила. Сейчас доделываю салатик. Такой салат. Салатные листья, помидоры, огурцы, лук. Вот такой вот, цирокозубка красный. И семена льна. Сейчас подсолнечное масло. И соевый соус. И всё перемешаю. И всё. Такой салат для мужа будет готов. Я себе порцию. Значит, здесь рис. И курочка. Курочка на ужин. Рис ещё на завтра. У меня завтра в меню опять рис. Так что вот так вот. Это сейчас всё разогрею. Буду обедать. Так, у меня сегодня безе. Вот такие вот морковки для украшения куличей будут. И это на торт. Три топера из меренги. Взяла ещё вот такие вот морковки. И вот такие вот. Так, ну что. Почти всё готово. Покрыла уже золотишком. Вот яйца ещё пока ждут. Вот их буду вечером расписывать. И эти пряники айсингом жидким коричневым. Как будто зайцы в шоколаде, да? И вот и гуси. Это буду состаривать. То есть покрываешь их сначала кисточкой прям широкой коричневым айсингом. Потом немного тёрочкой прохватить. Кисть нужно, чтобы были сколы. И потом ещё белой краской немножко с полусухой кистью, чтобы была как будто структура дерева. Ну посмотрим, что получится. У меня должны быть состаренные пряники. В наборах ХВ будут. И по три яйца. Вот будет по шесть пряников в коробочке. Так, смотрите, что у нас есть. Это креветки. Дети их купили. Они были заморожены. Вот я их разморозила вчера. Они, конечно, потрясно их трогать. Что мы делаем? Я хочу их приготовить типа в азиатском стиле. Здесь уже вода на рис. Будет рис. А креветки сейчас я их немножко подмариную. В соевом соусе, подсолнечном масле, мёде, немного чеснока. В общем, всё вот так вот замариную в мисочке. А потом обжарю немножко. Может быть, помидоров черри ещё не придумала. Либо просто в этом соусе и с рисом будем кушать. Ну, это мальчишки мои. В общем, как-то так придумаю. На ходу. Я уже приготовила соус. Здесь всё на глаз. Ещё добавила горчицу, чеснок, мёд, соевый соус, подсолнечное масло. Сейчас всё это залью креветочки. Всем этим соусом перемешаю. И они у меня немного помаринуются. Ну, как будто бы... Мне кажется, они уже готовы. Поэтому их нужно будет только подогреть. Соуса маловато. Но, я думаю, достаточно. Они же ещё всё равно сок пустят. Поэтому посмотрим. В общем, буду сочинять на ходу. Пока так мне пришло в голову. А потом посмотрим. Рис уже сварился. Здесь два пакетика. Я думаю, мальчикам хватит на ужин. И вот креветки. Я буквально их подогрела. Тут они, как всегда, кучу воды выделили. Так что я буду вот этим вот соком поливать рис и накладывать креветки и рис. Вот так вот. Буквально парочку минут здесь всё разогрелось. Так что вот такой ужин у моих мальчишек. И салат ещё будет. Так, вот что получилось. Сейчас буду фотографировать. Это просто украшение. Девочки, на торт. Цифры. И всё остальное на длинных шпажках. Три меренги. Золотая звёздочка. Это и сердечко. Ты спелая клубника. Чика-чика-чика-чика-чика. Ты самая свелая клубника. У него есть девушка. Да? Да. А он с ней поёт. А-а. Да. У меня надо закрывать нос, чтобы такой вот запах не был. А что, запах невкусный, да? Ну, украина-то не такой. Не такой вкусный? Да, понюхай. Мне кажется, вкусный, нет? Ну, не что вкусный, а наполовину. Ай. Что это? Это правда дом? Да. Так, ты будешь кушать или нет? Да, я посмотрю, что там на вилке. Ришка уже вторую порцию. Это не вторая. Сваты включили. За собственность. За собственность. За собственность. А я иду готовить себе вещи. Сейчас поглажу спортивные штанишки и буду собираться на танцы. Вот. В них точно будет удобно танцевать. Так, ну что я тут немножко назефирила. Это опять клюква. Розочки. Клюквенные на пряничках. И просто зефирки. Я пришла с танцев сразу начала зефирить, потому что время вот сейчас вот закончилось все делать в 11.35. И сейчас пойду мыться и спать. Завтра у меня супер день. Я с утра должна сапрать зефир. За ним уже утром приедут. Вот. И что еще хотела сказать? Что танцы вообще супер. Сегодня было уже все сложнее. Сегодня уже руки, плечи и спина. Так вот. Я чувствую это все. В общем, круто. Посмеялись с девчонками, потому что не всегда запоминаем движения. И ржем с того, что у нас не только тело подтянется, но и мозг. Потому что надо думать не просто выполнять все движения. Знаете, там три раза прыгнуть, два раза там топнуть. А еще и запоминать все это. Потому что нам говорится, танцуем без преподавателя. И реально легко запутаться. Вот. Но это интересно. Правда, мне пока нравится. Заплатила 1800. За месяц. Следующая тренировка. Тренировка. Как это репетиция? Не знаю, что это. Тренировка. В четверг. Надо, кстати, записать сейчас, что в четверг. В 8 часов мне ехать. Я так рада. Вообще, в общем, в хорошем настроении. Заряженная. Приехала быстренько на Zephyl. И сейчас отдыхать. Все. Всем до завтра. Сегодня какой-то недовлог. Завтра тоже много работы. До конца недели есть несколько заказов пряничных. Поэтому буду их делать днем, а не ночью. Ну, то есть буду стараться. Да, приготовлю покушать. Уберусь и буду делать прянички. Как раз у нас такая погода ветреная и дождливая. Вот вчера ночью был дождь, поэтому я хотя купила уже баночку, две баночки краски, чтобы покрасить двери. Где-то душ у нас вот на улице, но пока вот буду заниматься заказами, не буду разрываться, чтобы потом до трех, до четырех ночи не сидеть. Ну, все. Всем до завтра. Пока!